Давайте-ка я вам расскажу про меловые маркеры Unichoke. Этими маркерами я расписываю меловые доски, а именно ту информацию на меловых досках, которую надо будет со временем заменить. Например, цену или состав меню. Если это будет написано акриловыми маркерами, то со временем поменять, например, эспрессо на двойной эспрессо будет затруднительно. А если слово эспрессо будет написано вот таким вот меловым маркером, то его можно будет стереть с меловой доски обыкновенной губкой с водой. Почему именно эти меловые маркеры я использую? Есть и другие. Из профессиональных инструментов есть, например, меловые маркеры фирмы Molotov. Может быть, я про них расскажу попозже, но, скорее всего, я про них ничего рассказывать не буду, потому что этот инструмент неудобный и вообще плохой, во всяком случае, для меня. Акриловые маркеры Molotov еще более-менее, но меловые маркеры Molotov – это полный провал просто. Есть также множество непрофессиональных инструментов в этой сфере. Я имею в виду огромное количество меловых маркеров, которые продаются под всевозможными брендами на Алиэкспрессе. Там есть более-менее хорошие, есть отвратительные. Вообще, меловые маркеры с Алиэкспресса – это предмет, наверное, для отдельного большого исследования. Маркеры Юничок, которыми я пользуюсь, в том числе удобны для меня и потому, что их сравнительно легко найти. Их можно заказать на сайте, их можно, как правило, купить в компаниях, которые занимаются продажей меловых досок. В общем, достать эти маркеры – не самая большая проблема. И при этом я хочу отметить постоянное хорошее качество, которое наблюдаю вот уже почти 10 лет. То время, которое я занимаюсь росписью меловых досок, изготовлением вывесок для ресторанов, баров, кафе, пиццерий, кондитерских, бургерных, пекарен и прочих заведений общепита. Говоря о размерах, самый частый размер у меня в руках – это вот этот инструмент Юничок с грифелем, который вот тут вот у нас написан – 1,8-2,5 мм. Но я бы не доверял этим миллиметрам, особенно десятой доли в миллиметрах, потому что только открытый, только что открытый маркер дает полосу одного размера, а маркер, с которым вы изрядно уже поработали, у него наконечник постепенно стачивается, и полоска становится уже другого размера. Но что всегда хорошо – это что след от маркера всегда выглядит вот как такая вот плотная цветная ленточка. Если вдруг маркер Юни начал полосить, его попросту нужно хорошенько потрясти. Там внутри шарик, который разболтает чернила. И еще можно несколько раз нажать хорошенечко на какую-нибудь поверхность, вот так вот прожжать прямо его. Несколько раз, чтобы хорошенько промочить наконечник чернилами. Вот что происходит. Вот так вот выжимаете его внутрь тогда. Вот. И тогда полоска цвета возобновляется, и тогда он снова пишет ярко и однотонно. Второй размер, который я часто использую для заголовков, это вот такой маркер Юничок. Он чуть покороче, но запас чернил в нем примерно такой же. Наконечник, как вот здесь написано, 8 мм. Но 8 мм – это не основное его преимущество. Если вы занимаетесь летерингом, то очень важным преимуществом этого маркера для вас будет скошенный. Видите, скошенный. И очень тонкий по сравнению с шириной наконечник. То есть, вот так вот может быть и 8 мм, а вот так буквально 2-3 всего. То есть, меньше половины. Поэтому им очень удобно выписывать летеринг или декорировать мелкие какие-то детали. Вот что я имею в виду. В эту сторону ведем широкая, поднимаем тонкая, широкая, тонкая. Или то же самое здесь. Так. Широкая, тонкая, широкая, тонкая, широкая. Вот такие вот какие-то вещи. Им делать очень удобно. Третий размер. Это маркер довольно большого и размера, и объема. Вот, как видите, сравнительно с остальными. У него ширина наконечника, что-то здесь написано, давайте посмотрим, 15 мм. У него очень тоже широкий и плоский наконечник. Он тоже удобен для крупного летеринга. Сейчас покажу, например, вот так вот. Видите, и широкая, и тонкая идет. Да, вполне удобное чередование линий. Ну, а еще он удобен тем, что с его помощью можно быстро заполнить цветом пространство. То есть, вот если у вас есть вот такой, например, круг, который надо сделать белым цветом, залить белым цветом, то вот этим маркером вы очень быстро, очень просто, буквально в течение нескольких секунд это сделаете. Ну, а тогда, как вот таким вот тоненьким, да, вы будете же штриховать очень долго. И к тому же потом он будет сильно полосить. Так что, если вы занялись росписью меловой доски или вывески, я вам очень рекомендую все три размера иметь. Ну, а что по цветам, если говорить о цветах? Давайте я сейчас вот это вот уберу. Я пользуюсь простой кухонной губкой. Она смочена обычной водой. Никаких тут хитростей пока еще нет. По цветам. Если говорить по цветам, то у нас для росписи меловых досок меловыми маркерами Юничок 11 цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Белый цвет, как я уже сказал, используется чаще всего, больше всего. Для чего же используется черный цвет? Черный цвет на черной доске. Я использую его, чтобы замаскировать неровности окраски или какие-то дефекты меловой доски. Меловые доски со временем портятся, особенно в углах, если ее снимают часто, отбиваются уголки. И поэтому вот таким черным маркером можно легко восстановить черный цвет где-то в сколах или царапинах, ну или какие-то другие повреждения с краской. Следующий самый популярный цвет – это, конечно, красный. Им проще всего выделить слова или рисунки, сделать какие-то цветные акценты, которые должны быть видны на доске в первую очередь. Тут в психологии покупателя деваться некуда. В первую очередь мы обращаем внимание на красный цвет. Следующий цвет – это зеленый. Он используется не менее часто, чем красный. Они тоже для выделения каких-то основных слов или рисунков на меловой доске. Ну или либо они тогда используются для рисования. Дают вот такой вот очень симпатичный цвет. Очень яркий, очень плотный и однотонный. Далее хотел бы рассказать вам сразу про два цвета. Про голубой и про розовый. Чем они хороши? Чем они отличаются от остальных? Вот, например, вот еще одна парочка. Сейчас пока мы уберем сторону. Вот еще одна парочка вроде как ярких маркеров. Желтый и оранжевый. Дело в том, что в розовом и в голубом маркерах в красящем веществе есть белило. Поэтому, когда мы что-то пишем на черном фоне, то все, что написано голубым маркером и розовым маркером и уничок будет выглядеть ярче, чем то, что написано желтым и оранжевым. Несмотря на их очень яркий флуоресцентный цвет, они, кстати, так и называются флуоресцентный оранжевый и флуоресцентный желтый. Где-то тут цвета. Вот они, flow yellow и flow orange. Здесь написано прямо на них. Несмотря на то, что у них такие яркие колпачки, чернила у них совсем, совсем не такие яркие. Желтый цвет практически всегда на черном фоне проваливается. И после того, как маркер подсыхает, видите, уже, уже даже он провалился. После того, как маркер подсыхает, он становится буквально зеленым. То есть, если вы нарисовали вот этим желтым маркером какие-то там, я не знаю, что там желтые бывает, сыр, масло, кукуруза какая-нибудь. Имейте в виду, что минут через 15 вам кто-нибудь подойдет и спросит, а почему у тебя там сыр, масло и кукуруза зеленого цвета. Оранжевый маркер не меняет цвет так, как желтый. Но, опять же, из-за того, что в его составе нет белил, маркер дает почти прозрачный цвет. Несмотря на то, что вроде бы он яркий, это сначала. После высыхания он просто дольше сохнет и дольше теряется. Но после высыхания он становится очень плохо виден на черном фоне. Вот такая особенность вот этих вот двух пар маркеров. Следующий цвет это цвет фиолетовый. Вот он. Как сами видите, он довольно темный. Поэтому фиолетовый и черный лежат у меня годами. Я очень-очень редко их использую. Сам по себе фиолетовый симпатичный, конечно, но по мере высыхания на черном фоне, если это меловая доска, он становится неразличим уже с нескольких шагов. А если он находится в тени, вот видите, я просто добавляю тени, его практически не видно уже. А метров с 4-5 его вообще не видно, если доска висит не на специальном освещении. И еще два цвета, которые я вам хочу показать. Это два металлика. Золотой и серебряный. Если их использовать аккуратно и в меру, то и золотой, и серебряный могут здорово украсить меловую доску и летеринг, и какие-нибудь золотые и серебряные звездочки, сердечки, снежинки. Все это просто очень здорово смотрится, особенно если для этого есть специальное какое-то освещение. Но если ими заливать большие пространства, то они сразу потеряются. Это у меня уже почти закончился серебристый. Надо его на что-нибудь менять уже. Скоро будет новый покупать. Ну или у меня там есть где-то в запасе наверняка. Ну-ка. Да, вот он есть в запасе новый. Новый маркер выглядит ровно точно так же, как и уже открытый, только они видите в такой в полиэтиленовой пленке. После открывания его нужно, как пишут, активировать. Что такое активировать? Сейчас я возьму цветной какой-нибудь. Покажу вам на примере. Чтобы его было хорошо видно, я имею ввиду цветной. Так, вот он новый маркер голубого цвета. Вот мы его открываем, снимаем пленку. С самого начала на грифеле краски нет. Его надо перевернуть вертикально, чтобы краска самотеком туда вниз шла. и несколько раз вот так вот нажимать, вот показываю поближе, вот так вот прожимать, чтобы краска наполнила грифель. Видите, краска потихоньку начинает, потихоньку, потихоньку начинает заполнять грифель. Сверху вниз. Можно смотреть на следы, которые оставляет маркер при этом, и увидеть, что вот уже появляется краска. Вот видите, теперь видно, что он полностью промок. И теперь им можно рисовать. Если, что еще сказать, если видели, да, по шероховатой доске в разные стороны пополз немножко цвет. Вот если меловая доска пластиковая, да, или мы, если расписываем пластик или стекло, то в таком случае по гладкой поверхности можно, во-первых, нет никаких проблем с удалением следа от мелового маркера с гладкой поверхности, а во-вторых, его можно исписывать до самого конца, и это никак не повлияет на кончик грифеля. Но если поверхность доски вот такая настоящая, например, шершавая, как здесь сейчас, шероховатая, то, во-первых, пигмент забивается вот в эти щели, его может оказаться очень непросто оттуда вымыть. Есть еще один момент с шероховатой поверхностью доски. Такая поверхность очень быстро приведет в негодность наконечник маркера. Писать по пластику, по стеклу таким маркером можно без проблем, пока не истощится резервуар с чернилами полностью. А если вы планируете писать по шероховатой доске или по известковой стене, то можете уничтожить наконечник буквально в течение минуты. Для маркеров Юничок сменных наконечников нет. Вот это основные моменты, которые вам следует знать о меловых маркерах Юничок, если вы планируете использовать для росписи меловой доски. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, если чем-то смогу помочь, то обязательно вам расскажу в комментариях или даже сделаю отдельное видео, потому что в нашем случае, наверное, проще показать, чем рассказывать. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok